Одно из событий, которое именно в эти дни и в сентябре будут произойти, это учение «Запад-17». Конечно, это большое мероприятие для российских войск, будут туда включены войска Белоруссии, но «Запад» довольно твердо реагирует на эти события. Как вы знаете, сюда при Балтику были брошены и военные части, и военная техника, чтобы не возникало никаких желаний Путина что-то здесь устраивать. Что мы имеем в виду? Имеется прежде всего в виду провокации. Вопрос не в том, чтобы Путин попытался захватить Эстонию, Латвию, Литву. Это очень сложно делать. Но можно устраивать всякие провокации. И, конечно же, западные лидеры дают понять, что они будут твердо реагировать и на это, на возможные провокации. Но, конечно же, это очень интересная тема, потому что многое для российского публика закрыто, они не видят некоторые события. Но Путин, конечно, действует по всей Европе, и одна из его любимых тем стали Оландские острова. Эти острова находятся между Финляндией и Швецией. Они стратегически очень важны, поэтому в XIX веке генерал Покрадион в войне против Швеции захватил эти Оландские острова. После Первой мировой войны было очень много разговоров, кому принадлежит Оландские острова. Швеция тогда требовала, чтобы было признано права шведского населения Оландских остров после развала Российской империи. Но, в конечном счете, острова остались в Финляндии, а Оландские острова получили автономию. Так что мы имеем дело определенной автономии в составе финского государства. Именно на это и стал давить Путин. Он попытается выдавить НАТО из Бальтийского моря и придумывать всякие средства для этого. Одна из средств – то, чтобы разъединить Финляндию с Оландскими островами. Но вы видите, Путин активно поддерживал независимую Шотландию, интригует в Каталонии. Почему тут не устраивают маленькую паку с Финляндией? Есть у них автономная территория Оландских островов, а давайте будем поддерживать желание местного шведского населения отделиться от Финляндии. Жить в отдельном государстве. А почему и нет? Многие годы назад уже финские журналисты писали, что у Путина домик на Оландских островах. Это уже переполох. Зачем Путину домик на Оландских островах? Но, в общем-то, да, есть у него интерес к этому Оландскому архипелагу, и есть у него интерес устроить маленькую пакость финскому государству. Но это еще, видишь, это же просто политика, это еще интрига. Но, может быть, Оландские островы и не будут независимыми. Но, видишь, ты же угрожаешь Финляндии, что, дескать, если ты не будешь хорошим, мы вот тебе такую пакость организуем. Но, в всяком случае, вы видите, что эти действия, что касается всех этих учений в европейском пространстве, они все же очень разноплановые, и, конечно же, мы, думаю, мы можем увидеть еще много интересного во время этих учений. Сейчас российская сторона объявила, что это только антитеррористическое учение, и бояться нечего. Но, вот видите, западные лидеры уже словам Путина не особенно доверяют, конечно, и они в полном готовности отразить любое провокацию со стороны Путина во время этих учений.